Аудиокнига «Правда о Самуиле Бакиоке» автор Вэнс Ферл. Уважаемые слушатели, если вы пожелаете прочитать всю книгу под этим видео, мы оставили для вас ссылки на текстовый файл. Желаю вам приятного прослушивания и чтения, издатели. Бакиоки в Григориане Осенью 1969 года Бакиоки вошел в залы самого старого и именитого иезуитского университета в мире. Каково это, пройти полный курс обучения в Григориане? Кто бы мог туда поехать? Какой отпечаток рабского подчинения иезуитам и папе остается в душах таких людей? Следующие цитаты помогут нам понять это. Ежедневное посещение мессы было правилом для всех учащихся. Они должны были преданно следовать священнику, находясь в соответствующее время в положении стоя или на коленях. Другая цитата Игнатий также придавал большое значение как официальным, так и обычным еженедельным диспутам, проходящим в школьных комнатах. Они стали испытанием выносливости, памяти и скорости мышления. Следующая цитата Через 12 месяцев после основания он, Лайола, написал Петру Конизию в Вену и главным иезуитам в Ингольштадте и Левине. Он приказал им отправить в Рим молодых людей в возрасте от 16 до 22 лет или даже старше, отобранных по способностям, хорошим манерам, крепкому здоровью, которые были бы способны пройти строгий курс обучения. Конизий, хотя и был на тот момент болен, ответил первому. Он указал на недостатки, которые видел в планах Игнатия. Очень сложно, писал он, убедить народ Австрии отправить своих сыновей в Рим, поскольку условия поступления это то, чего северяне не потерпят. Особенно тот факт, что от учеников будут требовать служить папе. Таким образом, вы видите, что этот университет имеет довольно строгую программу. Вам бы понравилась идея посещать мессу каждый день? Хотели бы вы встать на колени перед католическими священниками? Стали бы вы называть хоть одного из них своим духовным отцом? Обращаясь к папе, захотели бы вы называть его святым отцом? Могли бы вы, как адвентист седьмого дня, оставаться христианином и делать все это в течение пяти лет, зная, что, произнося название этого титула по отношению к человеку, вы все время богохульствуете? Хотели бы вы долгое время изучать католическое богословие и чтобы вас испытывали в знании его тонкостей? Несмотря на то, что Григорианский университет был создан для обучения специальных агентов, он был еще и семинарием для иезуитских священников. Вот описание другой католической семинарии, сделанное молодым человеком, проходившим обучение в ней. Это даст понять, почему даже случайный читатель сможет быстро обнаружить несоответствия и ошибки в суждениях Бакиоки. Его разум был испорчен годами, проведенными в Центре воспитания иезуитов. Цитата. Когда мальчик поступает в семинарию, он начинает годы самой тщательной и эффективной интеллектуальной индоктринации, которая когда-либо известна была в этом мире. То есть его готовят к получению важных и тайных знаний. Такая индоктринация обычно заканчивается умственной закостенелостью и принятием средневековых суеверий и религиозных концепций, столь же архаичных, как и те, по которым живут буддийские монахи, в отдаленных, покрытых льдами, горах Тибета. Другая цитата. Нас обучали в соответствии со схоластической философией, которая была разработана Фомой Аквинским на основе аристотелизма. Еще одна цитата. Мы уже прошли 6 лет интенсивной католической ментальной дисциплины. Мы думали, что наш разум свободен. Мы не подозревали, что наш разум уже был запрограммирован на нонконфермизм. Мы размышляли над грехами человечества и истинами церкви. Мы посещали ежедневную мессу. Читали цитаты из суточного круга богослужений. Еще одна цитата. Эта атмосфера не давала возможности возникновения даже малейшего отклонения. А мы проходили путями свободной в кавычке философии и в свете собственных в кавычках суждений приходили к неопровержимым выводам. В наших римо-католических учебниках говорилось о лжесвидетелях с тщательно отобранными цитатами, которые к нашей радости были свержены и названы еретиками. Мы освоили и опровергли всю современную философию. Мы изучали современную религию и современное мышление. Так же как студент в Москве должен изучить американскую демократию. Конец цитаты. Существует три уровня обучения, которые проходит потенциальный агент, прежде чем станет выпускником и получит специальные задания вне католических организациях и деноминациях. Вот эти уровни. Первое. Новичок. Второе. Богослов. И, наконец, Коат Дьютер. Поскольку Бакиоки прошел полный пятилетний курс в самой старой иезуитской школе, он достиг уровня Коат Дьютера. Это означает, что он заучил 65 тезисов Ордена Иезуитов и починил свой разум и душу пяти основополагающим принципам. Первое. Повиновение высшестоящим лицам. Признайте в высшестоящем лице, кем бы он ни был, Господа Иисуса, и Ему высказывайте наивысшую религиозную преданность, почитание и послушание Божественному величию. Второе. Цель оправдывает средства. Конечный результат оправдывает все, что необходимо сделать для его достижения. Третье. Учение пробобилизма. Мнение предположительно считается правильным, вероятно правильным, если один или два именитых богослова выступают в его поддержку. Четвертое. Схема уклонения от ответственности за греховное и преступное поведение по методу руководства намерением. В соответствии с этим принципом можно совершить убийство, при этом не обременяя совесть, если действие направлено на оправдание чести или имеет другое благое намерение. Пятое. Мысленная оговорка. Человек может словом или жестом сказать ложь при условии, что в уме есть слова или мысли, хоть и не высказанные, которые сделают утверждение истинным. Мы можем также упомянуть странные объяснения, которые высококвалифицированные иезуиты могут применить к отрывку из Библии или даже к указу Папы и сделать из него нечто совершенно иное, чем то, о чем, очевидно, в нем говорится. Это называется казуистикой. Примером может служить их интерпретация догмы о папской непогрешимости, на которой Папа Пий IX настаивал на Ватиканском соборе в 1870 году, применяющейся только к определенным, а не всем официальным заявлениям Папы. Эта хитрость была необходима, учитывая известный факт, что, как Лютер объявил в Вормсе, Папы и Советы часто противоречили сами себе. Книга «Великая борьба» страница 160. В Григориане специализацией Бакиоки было богословие и история церкви. В течение 10 лет мы изучали историю христианства об упадке и падении Римской империи. Мы знали только то, что все это следует считать ложным, потому что это было нападком на папство. Мы никогда не видели книгу «Очерки истории» Эллса, но были готовы опровергнуть все, что в ней написано. Мы знали исторические аргументы в пользу главенства Петра и проглотили их целиком. Конец цитаты. Если бы вы спросили у выпускника Григориана, что он там узнал, вероятно, он ответил бы, что изучал грамматику, историю и доктрины. Но есть еще кое-что, чему его учили, но он не скажет об этом. Это понятно, в Григорианском университете всегда все вели себя очень осторожно, чтобы непосвященные никогда не знали, как именно рассуждают языиты и каким методом работы обучены студенты. Из вновь набранных входить в зал обучения позволялось только тем, кто был готов стать специальным агентом. Но в 1973 году особая потребность, особый студент и специальный проект позволили сделать нечто новое. Особой потребностью была необходимость поместить человека на высший уровень в адвентистских образовательных кругах в школе, где каждый будущий пастор и церковный лидер должен был пройти предварительную подготовку. Особым студентом был молодой итальянский адвентист, родившийся и выросший в Риме, который по какой-то странной причине хотел учиться в Григориане. И что еще было странно, он считал, что это учебное заведение, закрытое для протестантов, как и буддийская потала в Тибете, примет его. Оказалось, проект имел двойную цель. Показать адвентистам, что близость к католицизму не является проблемой, и показать протестантам, что им нужно придать больше значимости и святости освященному Римом Дню Солнца. Вместо того, чтобы просто ходить в церковь в этот день, а потом отправиться на отдых и заниматься спортом. Чтобы усилить интерес к будущему выпускнику, никому неизвестному адвентистскому миссионеру из Африки, он должен был получить 7 выдающихся даров от самой практичной политической организации в мире, от Ватикана, который никогда ничего не делает случайно. Первое и, по-видимому, единственное поступление представителя некатолической церкви за всю 422-летнюю историю с 1551 года и по 1973 год в Папский Григорианский университет. Это должны были одобрить представители высших уровней Ордена Иезуитов. Для такого знаменательного, первого в кавычках события, документы тоже должны были пройти проверку, выставленными лицами Ватикана. Молодой адвентист прошел углубленный 5-летний, не 4-летний курс обучения у иезуитов. Все тонкости Ордена, необходимые для выполнения будущих заданий, были открыты ему. Следующее, чтобы сделать его специалистом в вопросах ранней истории субботнего и воскресного дня. Все было организовано так, что молодой человек представил свою докторскую диссертацию о том, кто изменил библейскую субботу на воскресенье и когда это произошло. Это помогло создать благоприятные отношения в адвентистской динаминации. Следующее, в отличие от большинства учеников, он был удостоен золотой медали от правящего в то время папы за выдающиеся научные знания. Впервые за свою историю папский Григорианский университет опубликовал книгу протестанта. Книга была разрешена к печати Римом. Это означает, что в книге содержится традиционная католическая доктрина и ее можно читать католику. Следующее, двухстраничное предисловие книги написал Винченцио Моначино, глава кафедры церковной истории Папского Григорианского университета. Более подробно о том, что было написано в предисловии, читайте ниже. Самуил Бакиоки первый и единственный адвентист седьмого дня, который лично получил не только золотую медаль от папы, полноценную подготовку в иезуитской школе, но и иезуитский имприматур, что означает точное доктринальное одобрение и безопасное для читателей католиков. По мнению многих, эта ситуация была тщательно спланирована и драматически разыграна с целью накалить постоянно растущее волнение внутри адвентистской церкви. Это было сделано для того, чтобы стратегически утвердить позиции агента для важной работы и увеличить уровень его влияния. Другие же считают все это случайным стечением обстоятельств. Однако Ватикан самая строгая и хитрая политическая структура в мире, и там не бывает случайности. Альберто Ривейро, бывший иезуитский агент, объяснил принципы внутренней работы и особые цели этой сложной сети сбора разведанной информации и составления доктрин. Первыми протестантскими группами, в которые они, иезуиты, проникли, были адвентисты седьмого дня и бизнес-организация Full Gospel Businessmen. Затем были баптисты, методисты, пресвитериане, лютеране и т.д. Пока иезуиты не проникли повсюду, в том числе к мормонам и свидетелям Иеговы. Следующими были все семинарии, университеты и колледжи. Иезуиты были направлены в такие организации, как католическое действие Легион Марии и рыцари Колумба и успешно выполнили поставленную перед ними задачу. Теперь все эти группы молчат о Риме или утверждают, что римская система является христианской церковью. Они выигрывают благодаря компромиссам. Почти все протестантские пасторы боятся выступать против Рима. Если бы они это сделали, агенты, которые проникли в их церкви, сразу же бы напали на них. Это высказание Альберто Ривейро. Вот как выпускник университета описывает себя сегодня на одном из своих веб-сайтов. Цитата. Доктор Бакиоки, первый член некатолической церкви, окончивший папский Григорианский университет в Риме, там защитив докторскую диссертацию под названием «От субботы к воскресенью». Он получил золотую медаль от папы Павла VI за академические успехи. Также он получил ученую степень в США и служил миссионером в Эфиопии. Он является автором многочисленных статей и 12 книг и недавно вышел на пенсию с должности профессора церковной истории и теологии в университете Эндрюса в Беринспринтштадт-Мичиган. Тема диссертации доктора Бакиоки в папском Григорианском университете была такова «История соблюдения еврейской субботы и ее эволюция в соблюдение воскресного дня». Григориана была своего рода меккой для Бакиоки. Он мог дружить там с ведущими иезуитами со всего мира. Ему также рассказывали о протестантах, которые, как и он, водили странную дружбу с Римом. Здесь в Григориане он мог получить инструкции, которые упустил раньше в своей жизни. Скорее всего, это были счастливые годы для Самуэла, связанные с большим количеством близких друзей среди священников, епископов, кардиналов и католических лидеров. Григориана – промежуточная станция для высокопоставленных церковных лидеров со всего мира. И могу вас уверить, немногие из этих лидеров получили золотую медаль от папы. Избрание Джона Кеннеди президентом США изменило католичество в Америке. Теперь считалось, что быть в окружении католиков безопасно. Так было и в Эндрюсе с 1977 года, где на сотнях адвентистских встреч Бакиоки выставлял напоказ свои папские облачения, объявляя себя примерным адвентистом. Что рассказывает об этом странном опыте и свидетельствах Альберто Ривейра. Проникновение в церковь адвентистов седьмого дня является чрезвычайно важной задачей для Рима. К 1977 году в адвентистской церкви было достаточно засланных иезуитских агентов. Рим знал, что Бакиоки обязательно будет принят на работу в Эндрюс, как только он закончит обучение. Хотя, честно говоря, он не был достаточно квалифицирован для этой должности. До 1950 года студент, прошедший пятилетнее обучение у иезуитов, был бы автоматически дисквалифицирован для работы на любой должности в нашей церкви. Бакиоки мог путешествовать и использовать опыт Григорианского университета, чтобы адвентисты могли свыкнуться с католицизмом, а также помочь продвинуть церковь на пути к нему. Следующее. Благодаря контактам, приобретенным в Риме, Бакиоки мог быстро установить связь с ведущими агентами, внедренными в различные церкви и религиозные организации. Уважаемые слушатели, в этой книге есть еще много всего интересного. Мы озвучили для вас только часть этой книги. Предлагаем вам скачать текстовый файл этой книги, который находится в описании, и прочитать оставшиеся главы самостоятельно. Субтитры создавал DimaTorzok